Валдис. Стабурага Берни. Детство у Стабурага. Картины из жизни на лоне природы. Сокращенный перевод с латышского Ольги Баладите. Читает Евгений Браздор-Пружковский. Пава Сарис. Весна. Глава четвертая. Наверху Марч твердо встал на ноги. Впервые в его синих глазах блеснула благодарность, когда взгляд его остановился на лице Янсеса, стоящего рядом. И вот чудеса. Только теперь Марч увидел, что у его путеводителя красивые, румяные, круглые, удивительно приятные щеки, прямой небольшой носик и большие синие глаза, полные ясных искорок. Марч стал потихоньку освобождаться, но Янсес прижал его к себе еще крепче. Подожди, подожди, успеешь уйти. Я тебе еще кое-что покажу. С этими словами Янсес повел товарища направо, мимо красивой беседки, к берегу. В двух шагах от края его он остановился. Здесь по всему берегу, а особенно у воды, на самой круче растет много лип, но нигде нет такой толстой и развесистой. Янсес указал на липу, листва которой зеленело почти у самых ног. Это было ветвистое и необычайно густолистое дерево. Тяжесть кроны уже наклонила толстый ствол к даугове. Хотя липа, видишь, растет ниже ключа, его все равно прозвали липовым ключом. Под липой тоже бьют ключи. Берег крутой, и вода течет маленькими струйками, как дождь падает на землю. Летом увидишь. «Иногда по приказу барона под обрывом, с которого падает вода, ставят бочки с дегтем и зажигают. Сам барон с рижанами катается по даугове и пускает ракеты. Вот красиво-то!» «А разве вода не гасит огонь?» Спросил Марч, в котором снова проснулось прежнее недоверие. «Нет, видишь, как берег навис у липы. Там можно стать под него. Вода течет над тобой, а сам ты сухой, как под стрихой, когда каплет с крыши. Это потому, что здесь растет туф. Разве камни тоже растут?» Удивился Марч. «Вот этого я не знаю», — задумчиво ответил Янсис. «Папс говорит, что не растут. Но туф — это ведь не такой камень, как те, что на полях. Он с дырочками, пористый, как мох, только такой, который плотно сросся». «Да ведь мох мягкий», — попытался Марч указать на несуразность того, что рассказывает Янсис. «Ну да, но туф делается твердым, хотя не такой твердый, как камни на поле». «Папс рассказывает так. Когда вода течет через известняк, она его размывает, растворяет, как сахар». Рот Марчи вдруг наполнился слюной. Он быстро ее проглотил. «Когда после этого вода течет по мху, тогда кусочки извести, из известняка ведь добывает известь, прилипают к степлям и листочкам мха, как мед прилипает к пальцу». Марч, чуть кашлянув, вторично проглотил слюну. «И делают из них красный туф. Летом сам увидишь. Вот тут мох растет, а тут он уже камнем сделался. И как только мох отрастает, так в камень превращается». «И берег здесь все больше вытягивается в сторону Даугавы. Он называется Малым Стабурагом». «А где же Большой?» «Вон там внизу, видишь, где Даугавы изгибается? На этой стороне», – показал Янсис. «Там, где белая полоса? Ну да. Прямо против рыбачьей корчмы. Видишь белый дом с красной крышей на той стороне? Против него, на нашей стороне, та белая полоса, от края воды до самого верха берега, как трость, посередине надломанная. Это Стабурагс». «Но он ведь совсем не такой большой?» «Небольшой. Подойди поближе, тогда узнаешь». «Разве до него так далеко? Две версты?» «А, а я думал, ближе. Ну, попробуй дойти. Устанешь. Дорожка идет берегом, то вверх, то вниз. Зато ты увидишь, какие там туфы внизу, у Стабурага. Раньше, говорят, они были вверху, а теперь оторвались и свалились вниз, к воде. Но это ничего, на их месте другие растут. Папс говорит, что через сто лет Стабураг будет снова такой же великан, как раньше. Ну и камни же там. Вот с эту беседку. Пойдем к Стабурагу», – неожиданно заключил Янцес свое длинное повествование. Марч, видимо, предвидел такое заключение, иначе почему бы он стал так тревожно слушать речь Янцеса? «Не пойду я», – твердо сказал Марч. Янцес удивился такой твердости. Ему показалось, что Марч обмолвился. «Зачем так решительно противиться? Хорошему предложению». Этого Янцес никак не мог понять. Поэтому он продолжал крепко держать Марча в объятиях. Но тут произошло нечто такое, чему Янцес еще более удивился. Одним рывком Марч вывернулся из нежных объятий Янцеса, рванувшись с неожиданной силой, и когда он, повернувшись к своему новому знакомому, веско сказал, «Пусти ты меня, не стану я за тобой везде бегать!» то Янцес увидел у него на лице столько подлинного детского гнева, что остановился, как вкопанный. «Что ты, Марч? Я ведь тебя не заставляю!» Моментально в лице Марча исчезли последние остатки гнева. Он заметно покраснел. Видно, мальчику стало стыдно за свою грубость. Он, как бы извиняясь, смотрел на Янцеса, а потом несмело сказал, «Сходим в другой раз. Вечер уже. Мать забронит». «Ну хорошо, сходим в другой раз», ответил Янцес таким голосом, что Марч сразу понял, что получил прощение. Марч повернулся и медленно пошел в гору, направляясь домой к материной кровати. Так познакомились впоследствии неразлучные друзья Марч и Янцес. Глава пятая Янцес в раздумье постоял с минутку на том же месте. Потом поднял глаза к солнцу и, увидев, что оно уже за деревьями, медленными шагами направился по пологой лестнице в беседку. Беседка над липовым ключом построена на довольно высоком каменном фундаменте. Поэтому отсюда самый лучший вид на Даугаву. Вверх по течению, сквозь ветви деревьев, видны белые барашки порога стучки, а внизу — стабуракс и часть красиво поросшего деревьями берега в излучине Даугавы. Янцес прижался к одному из столбов беседки и задумчиво смотрел вверх по Даугаве. Там, далеко у порога, не было теперь белых барашков, потому что сейчас весна, и Даугава полна воды. Медленно и тихо, казалось, скользит вода через порог, но чем ближе к беседке, тем быстрее течет она. И странно, когда глядишь вверх по течению, кажется, что длинные плавные волны движутся сюда, прямо к липовому ключу, и текут под беседкой. Янцес почти чувствует, как беседка качается то в одну, то в другую сторону. Он теснее прижимается к крепкому столбу, и вдруг ему приходит в голову, а что, если берег обрушится? Янцес быстро отводит глаза в сторону, и страх тотчас проходит. Волны медленно и плавно удаляются. Они вовсе не думают трогать малыша, которому они так нравятся. Они лишь играют ледяными глыбами, холодными и безжизненными. Но что это? Ледяных глыб все больше и больше. Янцес смотрит снова вверх, и, совершенно верно, вся Даугова полна льдом. Это лед сверховьев реки. Он еще не прошел. У Янцеса блестят глаза. Он перегибается через край беседки и, затаив дыхание, ждет, когда же лед подойдет к липовому ключу. И вот она, наконец, здесь, эта белая, беспокойная, движущаяся ватага. Какая борьба, какое единоборство и толкотня между этими безжизненными ледяными глыбами. Кажется, что они отчаянно борются за существование. Там, посередине Даугавы, они движутся, потихоньку шурша, задевая друг друга. На небольшом пространстве им негде развернуться для стремительного нападения. Но глянь, как бойко меньшие льдины лезут на большее. Некоторые большие льдины несут на себе целые кучи мелкого льда. И, двигаясь, они сталкивают воду, как щепки, всю эту ледяную мелочь. Или разбрасывают ее во все стороны, как мякину, пока не встречают достойного противника, который или милостиво освобождает беднягу от этой назойливой ноши, или, толкнув первую льдину под воду, сметает малышей, а сам садится вместо них. Но по-настоящему только здесь, у самого берега, идет подлинная борьба за жизнь. Вон льдина, похожая на огромного, дюжего старика, вытянув вперед острый нос, бросается прямо на гладкую скалу малого стабурага. Крах! Ну вот, носа нет. Чего хотел, то и получил. Кто тебе велел бороться со стабурагом? Но старик еще не собирается отступать. Потеряв нос, он упирается в скалу всей своей широкой грудью. Старик шатается, а скала нет. Борьба на миг затихает. Вероятно, противники изучают силы друг друга. Но что это? Старик, вероятно, подскользнулся. Его повернутый против течения край начинает медленно тонуть. Маленькие льдины одна за другой суетливо лезут на него, толкаются, возятся, как бы желая помочь, но бестолковые, они только затрудняют работу старика и топят его все глубже и глубже. Старик уже совсем перевернулся в воде. Тут подоспевает большая глыба и торчком погружает старика в омут. «Ура! Великан на дне!» ликует Янцис, размахивая шапкой. А скала Астабурага стоит гордо, как победительница, и спокойно смотрит на гибель противника. Глава шестая Янцис переводит взгляд на большую липу на горе, где стоят пушки, а затем дальше на стройные тополя, которые растут прямо, как две огромные свечи у стены напротив квартиры садовника. Янцису кажется, что последние лучи солнца зацепились за верхушки этих деревьев и не могут освободиться. А может, это вовсе не солнечные лучи? Те ведь белые, светлые, а эти красные, как пылающие угли. Это, вероятно, вечерняя заря, которая прилетела из далеких небесных краев укрыть на ночь пышный берег и Даугаву. Но зацепившись за верхушки трех великанов, не может спуститься ниже. Возможно, это и лучше, что чистый небесный покров не достигает земли. Она еще по весеннему сырая и рыхлая. Под нависшим берегом потому, вероятно, так тепло и тихо, что прекрасный солнечный покров, повисший в воздухе, защищает низ от холодных ветров. Янцес смотрит и слушает, слушает, почти затаив дыхание. На сердце так странно, так жутко, хотя сейчас еще совсем светло. И Янцес все стоит, прижавшись к столбу, и не смеет пошевельнуться. Его маленькое сердечко чувствует, что в такие вечера даже корешки трав и ростки цветов под покровом матери земли внимательно прислушиваются. Не услышат ли, как за горой страшный северный ветер перекликается со своими подручными? Янцес ведь не смеет мешать маленьким пленникам в их важной работе. Он тоже внимательно слушает, как бы желая помочь им, слушает, смотрит и замечает. Более сильные росточки уже высовывают зеленые головки, чтобы убедиться, что северный ветер не погонит их обратно в землю белыми снежками. Такими вечерами даже почки сдвигают теплую зимнюю шапочку на одно ухо, чтобы хоть одним глазком посмотреть, с которой стороны приближается теплое дуновение весны. Но весна уже здесь. глянь, какой отчаянной становится маленькая почка. Она сбрасывает теплую шапку на зим и расстегивает свое узкое платьице. Ну, ну, маленькая проказница, не рано ли? Янцес снова смотрит на полную льда Даугаву. Становится все темнее и уже нельзя наблюдать за борьбой льдин. А Янцес все еще стоит, прижавшись к столбу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok